Земельные участки, капремонт, единовременные пособия усыновителям. Законодатель региона приняли ряд важных социальных законов. Долгожданные квадратные метры в столице региона вручили первые в этом году ключи от квартир для детей-сирот. Сотрудничество во благо. Прокуратура и уполномоченные по правам ребёнка совместными усилиями будут обеспечивать безопасность детей. С итогами дня с вами в студии Елена Семёнычева. Земельные участки для бизнеса, повышение статуса рабочих профессий, льготы по оплате взносов на капремонт. Сессия окружного собрания депутатов завершилась принятием ряда социально значимых законов. В перспективе они позволят повысить социальную защищённость населения, инвестиционную привлекательность и экономический климат региона. Валентина Чебич их следила за принятием решений. Возвратить рабочим профессиям былой почёт и общественный статус. Такую цель ставили законодатели, внося поправки в закон о наградах и почётных званиях Ненецкого округа. Новой редакцией закона учреждены 24 почётных звания. Они будут присваиваться жителям региона за особые заслуги и высокий уровень мастерства в различных сферах трудовой деятельности – сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, сфере ЖКХ, транспорте, нефтегазовом секторе. Предлагается разделить все награды Ненецкого округа на государственные и иные награды, дополнить перечень наград знаками отличия первой, второй, третьей степени, а также профессиональными почётными званиями. После принятия законопроекта в первом чтении он был дополнен званием «Почётный работник физической культуры и спорта НАУ». Кроме того, будут определяться кандидаты для присуждения званий «Почётный общественный деятель Ненецкого округа» и «Заслуженный предприниматель Ненецкого округа». Законом дополнительно учреждены два знака отличия – за безуперечную службу и трудовая доблесть. Их будут вручать за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и эффективную работу. Поправками определена и дата, в которую будут вручаться все награды – в День России 12 июня. Следующий блок одобренных законопроектов касается социальных льгот. Так, пенсионеров старше 80 лет освободили от взносов за капитальный ремонт. Жители старше 70 лет будут платить только 50% от размера взноса. Льгота для старшего поколения будет предоставляться в виде компенсации по фактически понесенным расходам собственников жилых помещений. Эта компенсация предусмотрена законом и будет распространяться с 1 июня текущего года. Данный закон потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета примерно в размере 2,2 миллиона рублей. Поэтому закон в полную силу заработает после того, как мы изыщем и внесем изменения в окружной бюджет на текущий год. Внести изменения в бюджет депутаты планируют в апреле, после чего граждане, указанные в законе, смогут воспользоваться своим новым правом. Если человек уже получает компенсацию по оплате взносов на капремонт, он может выбрать одну из предоставленных ему льгот. Единогласно одобрен депутатами еще один социальный проект о льготном проезде для неработающих граждан. Данным законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся предоставления льготного проезда неработающему мужу или жене работника, в случае, если он не получает страховую пенсию по старости. Также предлагается суммировать стаж работы в государственных учреждениях и округах в предоставлении льготного проезда. Другой законопроект защитил права людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на избирательных участках создадут беспрепятственную среду. Сегодня на территории округа расположен 51 избирательный участок. Большая часть из них находится в домах культуры, 13 в спортивных и образовательных учреждениях и 8 в сельсоветах, СПК и на предприятиях. Закон обяжет собственников оборудовать помещения средствами для доступного входа инвалидов. Это могут быть пандусы, кнопки вызова и другие средства. Виктор Кмить представил на сессии проект закона в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ расширяет круг использования денежных средств, которые получает опекун и усыновитель в первые 2-3 года после оформления документов. Единовременные выплаты на общую сумму 500 тысяч рублей предлагается использовать на образование ребенка. Причем обучаться можно в любом учреждении страны. Воспользоваться этими средствами усыновленный может до 25 лет включительно. В предыдущей редакции закона все тонкости использования выплат не обозначались. Ну представьте себе, усыновили ребенка, а ему уже там 3-4-5 лет. А использовать эти средства можно в течение 1-2-3 года. А фактически невозможно, потому что у нас в округе понятно, что общее образование бесплатное, дополнительное, как правило, тоже. То есть, вроде права есть, а возможности использовать нет. И поэтому было принято такое решение. Это подсказали сами жители города, которые попали в такую ситуацию. Эта сессия стала перспективной и для окружных бизнесменов. На законодательном уровне, правда, пока в первом чтении, им позволили арендовывать земельные участки без проведения торгов. Действие закона распространяется на земельные участки, находящиеся в государственной собственности округа, либо государственная собственность которых не разграничена. На этой площади инвесторы смогут возводить за счет собственных средств и привлеченных в небюджетных источников объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения. В их числе школы, детские сады, спортивные комплексы, объекты тепло- и водоснабжения. Также приоритет будет отдаваться строительству индивидуальных и многоквартирных домов для социального найма. В целом депутаты рассмотрели и приняли 24 закона. Затем слово предоставили губернатору. Игорь Кошин озвучил предложение пенсионера Владимира Санникова, поступившее к главе региона на личном приеме. Есть вопросы, которые требуют немедленного решения, но и есть конкретные предложения по дальнейшему развитию округа. И в том числе одно из подобных предложений прозвучало от пенсионера Санникова Владимира Павловича. Он попросил внимания обратить на следующий факт. Он говорит, у нас президент присягу приносит, губернатор присягу приносит. И может имеет смысл разработать текст присяги и депутатам различного уровня, чтобы тоже приносили. В качестве премьера пенсионер привел клятву присягу, которую давали депутаты из Архангельской городской думы первого созыва в 1870 году. Спикер собрания Анатолий Мядин пообещал рассмотреть вопрос о депутатской присяге на рабочей группе. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Кроме того, на сессии депутаты рассмотрели четыре проекта федеральных законов. Два законопроекта внесены Государственным Советом Республики Коми. Один законопроект касается снижения возраста, по достижении которого граждане России имеют право на приобретение определенного вида охотничьего огнестрельного оружия. Это актуально и для нашего региона, особенно для жителей из числа коренных малочисленных народов, для которых охота является традиционным видом природопользования. Следующий законопроект предусматривает разработку порядка осуществления контроля за использованием жилья, предоставляемого детям-сиротам. Этот проект закона также актуален для нашего региона. Каждый год в Нинницком округе выделяется большое количество квадратных метров этой категории граждан. Вот и сегодня в столице региона вручили первые в этом году ключи от квартир для детей-сирот. Четыре счастливчика подписали необходимые документы и отправились осваивать свои владения. В новый дом по улице Заводская, 16, пригласили и нашу съемочную группу. Пара подписей в документах и слова на путствие. Четыре молодых юноши и девушки сегодня получили от государства последний билет во взрослую жизнь. Среди них и Николай Филиппов, студент Нинницкого профессионального училища. На свои уже законные 29 квадратных метров заходит не спеша. В лицо сразу ударяет сжатый теплый воздух. В помещении комфортная температура, свежий и вполне приличный ремонт. На окнах стеклопакеты, в ванной и на кухне хорошая сантехника. Из предметов быта только плита. Обустраиваться, приобретать мебель и прочие радости жизни предстоит самостоятельно. Впрочем, ребят это не пугает. Жилье есть и это главное. Ну да, я рад. Ну я пока в общежитии буду доучиваться. Пока доучусь в общежитии буду жить. Потом сразу в армию. Квартира будет пустовать. А потом только после армии буду жить. Обустраивать. Как сироты социализируются, обустраиваются в своих квартирах, соблюдают ли порядок и чистоту, раз в год проверяют социальные работники. Анна Наточиева, специалист по постинтернатному сопровождению детей-сирот. Отмечает, есть дети, которые быстро адаптируются и начинают жизнь самостоятельно в полную меру. А есть те, которым необходима помощь. У нас работает акция. Акция называется «Шаг во взрослую жизнь». То есть нам можно позвонить. Это занимается комплексный центр социального обслуживания. Значит, можно позвонить, сказать, что, допустим, у вас есть ненужная вам мебель. И специалисты помогут, сопровождение тоже помогут детям эту мебель доставить. То есть, ну, для того, чтобы они обустроились. Вот такая акция у нас существует. Мебель, приметы, быты. Очень многие, кстати, наши горожане уже приняли участие, давали мебель. И за что им, конечно, огромное спасибо. Сегодня в очереди на получение жилья в округе стоят более двух сотен детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с окружным законом, детей данной категории вносят в список очередников с 14 лет. А право на получение жилья у них возникает только с 18-ти, отметила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ниналь Семяшкина. В настоящий момент у нас в очереди 202 человека-сирот. Из них совершеннолетних, которые имеют право на получение жилья, 108 человек. Вот четырем мы сегодня дали квартиру, поэтому очередь у нас большая. И вы помните, что я начала свои пожелания, что я искренне хочу даже до того момента, когда мы будем выключать ключи до пороги школы-интерната. В планах на 2016 год выдать ключи еще 32-м сиротам, отметила Ниналь Семяшкина. В 2014 году этой категории очередников было выделено 39 квартир, в 2015 – 41. В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде для детей-сирот на период до предоставления жилья выплачивается ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере, предусмотренном договором найма жилого помещения, но не более 15 тысяч рублей в месяц на семью из одного или двух человек и не более 20 тысяч рублей на семью, состоящую из трех и более человек. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С сегодняшнего дня прокуратура и уполномоченные по правам ребенков в Нинницком округе совместными усилиями будут обеспечивать безопасность детей. Это стало возможным благодаря подписанию двустороннего соглашения между прокуратурой в лице главного прокурора округа Николая Егорова и уполномоченным по правам ребенка по НАО Риме Галушиной. Заключаемое соглашение является продолжением взаимодействия между прокуратурой и детским обдустменом. Оно разработано с учетом изменившегося законодательства по защите прав детей, а также целей и задач, поставленных руководством страны. Основная цель заключения соглашения – обеспечить гарантированные государством права, свободы и интересы ребенка, а также организовать совместные мероприятия по выявлению, устранению и предупреждению нарушений в отношении несовершеннолетних. Одно из нововведений соглашения является осуществление совместного информирования населения округа посредством СМИ на принятых мерах по защите прав, свободы, охраняемых законом интересов семей с несовершеннолетними детьми. Напомню, ранее договор о соглашении между странами был подписан в 2013 году. Нинецкий округ возьмет еще один кредит размером 2 миллиарда рублей. На сегодняшний день государственный долг НАУ достиг 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Деньги на тепло. В округе изменен порядок предоставления субсидий управляющим организациям. Нинецкий округ возьмет еще один кредит объемом 2 миллиарда рублей. Средства пойдут на финансирование дефицита казны. Электронный аукцион пройдет 21 марта. Об этом сообщили в Департаменте финансов и экономики Нинецкого округа. Срок кредитования составит не более одного года по ставке 14,83 годовых. Погашение процентов по кредиту будет осуществляться ежемесячно. Согласно конкурсной документации, администрация Нинецкого округа должна будет выбрать кредит в течение 90 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Если заемные средства окажутся не нужны или нужны, но в меньшем объеме, штрафы и неустойки взыматься не будут. Досрочное погашение кредита также не грозит заемщику штрафными санкциями. В феврале Департамент финансов привлек кредит Сбербанка России в размере 900 миллионов рублей. В результате государственный долг НАУ достиг 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Из них 1 миллиард рублей был предоставлен в прошлом году банком ВТБ. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, исполнение бюджета в начале года было сложным. У нас доходы составили более 300 миллионов. Это с начала года январь-февраль. Расходы более 2 миллиардов. Выпадение у нас было по налогу на прибыль порядка 47 миллионов, которые мы удалось компенсировать большим и более ранним поступлением налога на имущество. Выпадение по налогу на прибыль в связи с тем, что мы сейчас осуществляем возвраты крупным налогоплательщикам по декларациям налога на прибыль за прошлые годы. Доходы бюджета НАУ в 2016 году запланированы в объеме чуть более 15,5 миллиардов рублей. Расходы 18 миллиардов 644 миллиона. Дефицит 3 миллиарда с небольшим. Основными источниками покрытия дефицита станут банковские и бюджетные кредиты. Верхний предел государственного долга на 1 января 2017 года утвержден в размере 4,3 миллиарда рублей. Расходы на его обслуживание в 2015 году составили 29 миллионов рублей. В нынешнем году они утверждены в объеме 621 миллион рублей. В округе изменен порядок предоставления субсидий управляющим организациям. Соответствующее постановление принято администрацией региона. Порядок изменен в целях усиления контроля расходования бюджетных средств на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по отоплению населения. Как пояснили в Департаменте строительства и ЖКХ НАУ, необходимость корректировки порядка вызвана неблагоприятной ситуацией в развитии жилищно-коммунального хозяйства округа. В регионе образовались многомиллионные невозвратные долги управляющих организаций перед ресурсоснабжающими предприятиями. На сегодняшний день задолженность управляющих компаний перед ПОК ИТС составляет 366 миллионов рублей. Из них порядка 250 миллионов взыскать невозможно, поскольку организации признаны банкротами и находятся в процессе ликвидации. Новым порядком предусмотрено перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов только тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые подтвердили факт перечисления на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций всей суммы субсидии, полученной в предыдущем месяце. Принятие нового порядка позволит не накапливать долги управляющих компаний перед ресурсниками. Средства, выделенные в виде субсидии, должны будут поступать непосредственно поставщикам услуг в кратчайшие сроки, что не даст возможности управляющим организациям распоряжаться деньгами ресурсников по своему усмотрению. На ренуаре пройдет первый съезд коренных малочисленных народов Севера Ненецкого округа. На площадках съезда будут обсуждаться важнейшие вопросы жизни ненецкого народа. 1 апреля в Наринмаре пройдет первый съезд коренных малочисленных народов Севера Ненецкого округа. Съезд станет одним из наиболее значимых событий в жизни региона. В его работе примут участие 52 делегата из 29 населенных пунктов округа. Во всех муниципальных образованиях округа уже проходят выборы делегатов. На площадках съезда будут обсуждаться важнейшие вопросы жизни ненецкого народа. Развитие традиционной хозяйственной деятельности, улучшение системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий в местах традиционного проживания, повышение качества здравоохранения и образования, сохранения и развития ненецкого языка и культуры. Итоговым документом станет резолюция съезда. Администрация Заполярного района ведет прием заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе «Гордость Заполярного района». Цель конкурса – выявить и поощрить граждан организации и предприятий, занимающих активную жизненную позицию, достигших профессиональных успехов. Претендовать на получение почетного звания могут жители района в возрасте от 18 лет и старше. В конкурсе участвуют организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории Заполярного района. Конкурс «Гордость Заполярного района» проводится по восьми номинациям – «Застояние района», «Проект года», «Мастер», «Доброе дело», «Поступок года», «Строитель года», «Лучшее предприятие ЖКХ», «Родительская слава». Заявки на участие могут быть поданы в порядке самовыдвижения, выдвигать претендентов на изыскание почетного звания «Гордость Заполярного района» имеют право органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, трудовые коллективы, должностные лица и граждане. Срок окончания приема заявок – 14 марта. Каждый обладатель звания «Гордость Заполярного района» будет награжден денежной премией в размере 10 тысяч рублей. Такова была информационная картина дня. Далее информация от синоптиков.